Завтра, 19 января, Русская Православная Церковь отмечает праздник – Крещение Господня. Хотя купание в проруби не является обязательной традицией с точки зрения православия, все больше людей окунаются 19 января в прорубь Иордань. Важно понимать, что купание в ледяной проруби не приносит очищения от грехов. Подробнее об этой теме в нашем следующем сюжете. Слава тебе, Боже, наш слава тебе! Крещенский сочельник отмечают сегодня православные христиане. Верующие по всей стране готовятся окунуться в Иордане и на воуральцев их числе. Люди верили и верят, что именно в этот день вода обладает целительной силой. Освящение воды в полонье провел священник храма святого Серафима Саровского, отец Евгений. И глаз бы с небесе ты, си сын мой возлюбленный, нем же благоволих. Я два раза имел возможность вот именно в этот день, как говорится, окунуться. Вот. Даже однажды получилось так, что была очень холодная погода, минут минус 20. Но ничего, жив, здоров, все нормально. Святая традиция, добрая. Вот. Я считаю, что наши люди, наши люди, новуральцы, они, как говорится, склонны для того, чтобы вот эти все традиции, которые есть, православные традиции, дальше соблюдать для здоровья полезно. Мы даже говорим с легким паром. Когда выходишь из воды, это такое состояние, вот не рассказать. Да, и спасибо, говорим водичке. Из воды выходим сюда, говорим ей спасибо. Оно дает здоровье. Чтобы купание жителей города прошло безопасно, соблюдены все необходимые меры. С 22 часов 18 января до 22 часов 19 января на территории базы Казантип начнут работать теплые беседки. Будет организовано освещение, дежурство медицинских работников, спасателей и полицейских. Крестенские купания для нашего города, это уже стало доброй, хорошей такой народной традицией. Ежегодно администрация города на теплой, хорошей базе Казантип подготавливает купель для жителей нашего города, для всех желающих. Окунаться в ледяную воду на крещение следует под присмотром спасателей и только в специально оборудованных местах. Отметим, что окунаться в Иордань – это лишь традиция. Следовать ей или нет – дело каждого. Юлия Балдина, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания.